Мы снова в Дубае и снова мы на Dubai Watch Week, самой крупной выставке часов в мире по количеству брендов, которые находятся на этой выставке. Это второе видео из цикла видео про Dubai Watch Week, поэтому в этом выпуске вы узнаете много всего интересного. Все, что вы не узнали в первом ролике, я расскажу про мастер-классы, про часы, которые были на этой выставке и многое-многое другое. Поэтому давайте начнем. Поехали! Друзья, прошу прощения, что отвлекаю. Хотел вам сообщить, что в конце этого видео мы будем с вами исправлять 2023 год. Мы подведем итоги года, расскажем, какое видео было самым популярным, какие планы на 2024 год, какое видео было самым красивым, какие часы самые красивые, какие самые желанные часы, какие часы я хочу купить в следующем году. Все это будет в конце ролика, поэтому посмотрите до конца и мы будем отмечать 2024 год. Ну а пока продолжаем наше путешествие в Дубай на Dubai Watch Week. Поехали! Давайте, наверное, начнем с самого интересного, какие часы я встретил на этой выставке. Третий день начался с того, что я начал обозревать разные бренды. Например, у нас есть бренд Doxa. Это был один из самых доступных брендов, который был на этой выставке. Интересно то, что Doxa больше ориентирована именно на дайверских часах и у них часы более такие бюджетные, относительно тех часов, которые были на этой выставке. И так как часы относительно бюджетные, они прям поставили огромную коробку, в которой было огромное количество их часов и можно было бы просто подойти и мерить абсолютно любые часы, которые вы хотите. По-моему, это был большой плюс. Люди могли померить и посмотреть и познакомиться с брендом, особенно те люди, которые особо про него не знали, такие как я. Например, я посмотрел, померил и узнал несколько интересных фактов про эти часы. Во-первых, вы посмотрите, какие часы я отснял. Во-вторых, вы знаете, какой цвет самый яркий цвет в воде? Об этом мы обычно не задумываемся, но есть люди, которые занимаются дайвингом, для которых очень важно визабилити, как сказать на русском, я даже не знаю, читабельность циферблада под водой. И самый яркий цвет, который может быть виден под водой, это оранжевый цвет. И Doxa выпускает чаще всего именно вот такой яркий оранжевый цвет. И я раньше думал, зачем такой яркий цвет, но на самом деле это очень умно, как мне кажется. И странно, что другие компании об этом не задумывались. И это хороший ход, на самом деле, делать такие яркие часы. И таким образом часы становятся действительно часами и инструментами для конкретной профессиональной цели. И также мне показали часы, которые были номинированы в этом году на GPHD, то есть на звание самых лучших швейцарских часов, что для меня тоже было шоком. И они были номинантами, и эти часы я тоже посмотрел, подержал в руках. И за это им тоже большой респект. И на самом деле, если бы они мне не показали часы, я, наверное, даже бы не узнал их. Поэтому очень здорово, что мы тоже смогли их посмотреть. Ну и начинается третий день Dubai Watch Week. В принципе, все часовые бренды я более-менее обошел, сделал уже много кадров. И самое главное, что мне осталось, это посетить как можно больше мастер-классов. Потому что, напомню вам, я туда ехал для того, чтобы повысить свой уровень знаний в сфере часов. Поэтому мне было безумно интересно познать как можно больше информации, которые я раньше не знал. И увидеть столько огромное количество коллекционеров и профессионалов в своем деле, и чему-то у них поучиться. И первый мастер-класс третьего дня, это был мастер-класс под названием «Путь и философия Бивера» или «Бивера». Если честно, я привык его назвать «Бивер», надеюсь, это правильно, если что, не обижайтесь. Что ж, Джан-Клод Бивер – это легенда часовой индустрии, который, наверное, сделал максимально большой вклад в наш часовой рынок. И в целом на моду часов и так далее. Это действительно очень интересный человек, и я мечтал посетить его мастер-класс. Я был безумно рад, что я успел на него зарегистрироваться. Я просто сиял от счастья, что я успел туда попасть. И вот он, Бивер, и вот у него берут интервью. Интервью у него, кстати, брала женщина по имени Арва Дямон. Это профессиональная журналистка, которая имеет там свои награды и так далее. Как я уже говорил, что все интервью у нас брали максимально профессиональные, компетентные люди, которые чаще всего не относились к сфере часов, но при этом были профессионалы в сфере журналистики. И она была именно как раз-таки таким примером. И было очень интересно посмотреть на нее, как на пример профессионала, потому что именно от нее зависело, куда пойдет разговор. И она вела, и она очень профессионально задавала вопросы так, чтобы Бивер отвечал на них более раскрыто, более детально. И куда он хотел вести разговор, туда она задавала вопросы. И это было очень интересно посмотреть, как она работает. И давайте расскажу про то, что нам рассказал Жан-Клуб Бивер. Первое, вы, наверное, знаете о том, что в этом году, или... Да, по-моему, в этом году он открыл свой бренд под своим именем. И это очень премиальные часы в лимитированном количестве. Выглядят они такие роскошно. Он даже выставил свои часы, одни из часов на Only Watch, то есть на крупный аукцион, который просит часовые компании создать только одни часы в единственном экземпляре. И он сделал очень красивые часы с сложными, дорогими камнями. И при этом с усложнением минутного репетира, что довольно-таки интересно и сложно. Также из-за того, что выставка Only Watch не состоялась в этом году, он смог привезти эти часы и показать их на этой выставке. Я тоже смог их заснять и посмотреть на них. Об этом бренде мы поговорим чуть позже, но на этой выставке он рассказал, как он открыл свой бренд и что сподвигло его на это. И он сказал это примерно так. Мой лучший друг – это мои сомнения. Иногда это мой злейший враг, но иногда это мой лучший друг. Иногда я говорю, господи, пожалуйста, пошли мне сомнения, потому что они должны привести меня к чему-то. Либо я наоборот прошу, умоляю Бога, пожалуйста, забери мои сомнения, чтобы я смог сделать следующий шаг. И он относится к сомнениям как к какому-то чувству, чувству, которое подсказывает ему, куда двигаться дальше и как правильно себя вести. Иногда сомнение помогает ему в чем-то и не сделать, вернее, ошибку. А иногда сомнение мешает ему сделать очень важный шаг. И когда он открыл, как вы знаете, он был тем человеком, который возобновил и создал бренд Blancpa. Он выкупил название Blancpa, которое имело огромное количество историй, которое было одним из старейших брендов в мире. Он его выкупил и сделал свою коллекцию, и создал этот бренд таким успешным, каким мы знаем его сегодня. Затем он продал этот бренд. И когда он его продал, он почувствовал, что он продал часть своей души, часть своего создания и часть своей страсти. Но, однако, любовь к часовой индустрии у него осталась, и поэтому он всегда чувствовал эту тяжесть того, что у него нет этого бренда больше. У него нет бренда, который принадлежит ему, который был создан им. И он всегда хотел создать свой бренд, однако не мог из-за того, что у него всегда держали и терзали эти сомнения. Но в один момент он подумал, что давай я сделаю этот такой сильный шаг, который раз и навсегда отрежет меня от сомнений. Он сказал сам себе, что сегодня я уберу все сомнения. И у него брали интервью на каком-то местном радио в Швейцарии о том, как он просто... Ну, у него как у легендарного человека в сфере часов. И на этом интервью он просто сам для себя, не ожидая, и взял и сказал, что... А вы знаете, кстати, я хочу открыть свой бренд Beaver. И все были в таком шоке, потому что это было, во-первых, эксклюзивно, никто не ожидал, все думали, что это будет простое интервью. И тут вдруг он заявил такую большую вещь, как открытие огромной новой компании от самого легендарного человека. И таким образом он заявил про этот бренд лишь для того, чтобы отречь от себя все сомнения, чтобы у него не оставалось других путей, как создать этот бренд. То есть он может сказать, что сжег все мосты, чтобы создать этот бренд. И чтобы подтвердить, что это правда, что действительно все это решилось, он решил это все сделать именно на радио, после того, как интервью закончилось, кто-то услышал это интервью и забронировал имя Beaver для того, чтобы заработать как можно больше денег. То есть он действительно не ожидал это, и он даже не забронировал это имя, чтобы создать бренд. И в связи с этим у него потом были проблемы с тем, чтобы выкупить имя обратно себе, свое же имя, потому что он не забронировал, прежде чем сделать такое важное и большое объявление. Вот такая вот интересная история. И знаете, когда вы смотрите на Жан-Клод Бивера, он всегда говорит с такой большой страстью, он когда говорит, он прям вот так горит, у него лицо становится красным, он кричит, и журналистка даже, знаете, не ожидала, он такая, типа, чуть-чуть офигела, я бы даже так сказал. Она чуть-чуть была в шоке от того, что Бивер настолько эмоционально все рассказывает, и он действительно человек, который горит своей страстью, страстью к своему любимому делу. На Dubai Watch Week я понял очень важную вещь о том, что часы, это часто не о том, что показывать время, не о том, чтобы показывать роскошь. В Dubai я почувствовал, что часы могут представлять три важные вещи. Это ваша семья, это любовь, и это ваши друзья. Я раньше не понимал, насколько часы могут быть, представлять эти три элемента, потому что мне, занимаясь часами, я всегда хочу сделать мир лучший. В целом, моя задача как-то влиять на мир в позитивном ключе, но делать это через часы кажется немножко странным, потому что эта сфера какая-то вообще отдельная, и часто она тоже может быть связана с роскошью и всем остальным, но время от времени, когда я общался, видел мастер-классы этих популярных людей, я видел о том, что через свое дело, через часы, именно через часы, они делают это ради любви, ради семьи и ради друзей. И эти три слова очень часто всплывали от разных руководителей брендов и от разных вообще людей, которые вели мастер-классы, в том числе от Джон Клуб Бивера. И когда он говорит про свои часы, он всегда говорит, я это делаю ради страсти и ради любви, не только ради любви к часам, а в целом ради любви между людьми и любви в этом мире. И это было очень прям по всему мастер-классу подчеркнуто очень сильно. Джон Клуб Бивер для меня показался тем гением, который приходит в компанию и делает то, что все считают невозможным. Это как раз таки тот великий человек, которого можно сравниться с Стив Джобсом, который приходит там в Apple и говорит, я хочу, чтобы телефон был вот такой. Они говорят, это невозможно. Он говорит, мне все равно, что это невозможно, я хочу, чтобы это было так. Та же самая история была у Джон Клуб Бивера, когда он пришел и сказал, я хочу, чтобы золотые часы были легкими. Ему говорят, это невозможно. И они там что-то сделали, если ошибаюсь, в компании Убло, и как-то изменили металл, что-то переделали, и золотые часы стали легкими. Не буду вдаваться в подробности, потому что я сам не знаю, про какие часы шла речь, однако очень много было примеров, когда он приходит в компанию делать то, что все до этого считали невозможно. Он очень связан с природой, для него природа это очень важно, хотя, ну, в принципе, это объяснимо, потому что он сам со Швейцарией, и Швейцария это, в принципе, место, которое славится своей природой, и каждый его сотрудник тоже, как правило, очень сильно связан с природой. Для них отдых это пойти куда-то в поле, для них отдых это гулять, это как-то чувствовать свое существование, и для Бивера он рассказывал о том, что у него есть дом, и возле дома есть то дерево, которое он любит, и когда у него есть проблемы какие-то, когда у него есть какие-то сложности, он идет к этому дереву, он его обнимает и говорит, я живу здесь в этом мире не так много, а ты, это дерево, он обращается к дереву, стоишь здесь столько лет, столько годов, и поэтому дай мне сил, дай мне узнать, куда мне правильно двигаться и что правильно сделать. Поэтому для него природа это важно, и это тоже отражается в его часах. И самое интересное лично для меня было то, что интервью заканчивалось, и интервьюер, журналистка сказала, у нас интервью подходит к концу, скажите, пожалуйста, с чем вы хотели бы, чтобы люди сегодня ушли? С какой мыслью? Что самое важное вы хотите сказать в конце этого мастер-класса? Мне было действительно важно услышать, что бы он сказал, как человек, которым я действительно восторгаюсь, он сказал, что знаете, самое важное это любовь. И я бы хотел, чтобы люди ушли с пониманием о том, что все это делается только ради любви, и что часы это лишь способ передавать любовь через свое творчество, и это способ прикоснуться к вечности. Часы это единственный способ прикоснуться к вечности, потому что большинство вещей, которые нас окружают, вокруг нас, будь то там какие-нибудь лампочки, одежда, столы, что угодно, это все со временем испортится и станет ненужным. Однако часы это способ прикоснуться к вечности, потому что дизайн остается вечным, потому что многие часы живут на 1, 2, 3 поколения после нас. И поэтому единственный способ прикоснуться к вечности – это любовь. Любовь может передаваться через часы. Вот такой очень философский мастер-класс прошел в Джунгл Бивере. Для меня это было действительно очень интересно и важно. Надеюсь, вам он также понравился. Ну а мы переходим к брендам, которые я встретил на этой выставке. И еще один из доступных брендов, который там был, это был бренд Орис. Если честно, он меня не настолько интересовал, потому что, в принципе, этот бренд я уже видел, уже как-то смотрел, поэтому я немного его поснимал. Надеюсь, пару кадров вам тут тоже будет видны. Также напомню о том, что здесь у нас есть тайм-коды, поэтому если какая-то часть этого видео вам не интересна, вы можете прыгать по тайм-кодам, это нормально. Также заодно сделаю небольшую рекламку. Если вы хотите купить кожаные чехлы ручной работы российского производства, у нас есть вот такие вот кейсы для часов. Есть на 1, на 2, на 3, на 3 часов. Это очень качественные материалы. И также вот такие подставки для часов из дерева. Вы можете все посмотреть на сайте lwatches.com, поэтому, если интересно, также посмотрите. Мы переходим дальше. Следующий мастер-класс, который был, он был довольно-таки интересен тем, что там сидели 3 человека, которые были безумно-безумно интересны для нового поколения коллекционеров часов. Первый человек, который был, это был основатель компании Urwerk. Возможно, вы знаете этот бренд. Я, честно говоря, с ним тоже мало знаком. Я как-нибудь более подробно его изучу и сделаю отдельный ролик. Поэтому прошу прощения, что я не так много про него знаю. Второй бренд, это бренд Acrivia. Раньше он назывался Acrivia, потом его начали называть в честь основателя компании, это Rexap Rexapi. Это очень молодой часовой мастер в Швейцарии, который сейчас становится безумно популярным. И его часы награждаются огромным количеством разных наград. И также он часто участвует в GPHD и даже выигрывал несколько наград. Поэтому у нас уже есть два популярных watchmaker. Создатели двух больших и довольно-таки необычных брендов. И третий человек, это Max Busser, то есть основатель компании MBNF. Три максимально необычных и сложных бренда. Три премиальных бренда, которые делают довольно-таки лимитированные часы, чаще всего, и которые выглядят довольно-таки неординарно для современных... сравнивая с классическими часами. И вот эти три просто часовых гиганта. Основатели три больших бренда сидят вместе. И знаете, на что я первое время обратил внимание? На то, насколько они внешне красивые. Я не знаю, это, наверное, связано с тем, что они богаты, либо это связано с тем, что они представители своих брендов. Но посмотрите, какие это просто три человека, да, которые выглядят как супермодели такие, которые еще при этом суперуспешные предприниматели. Было прикольно увидеть их троих вместе, и они действительно общались как такие друзья. Однако интервью прошло неинтересно, потому что, как мне показалось, девушка, которая брала у них интервью, была немножко, я не знаю, задавала нецелевые вопросы, скажем так. Она вообще не задавала вопросы про часы, она больше спрашивала о том, что, как вам Дубай, а как вы относитесь друг к другу, а давайте раздадим комплименты друг к другу. Я такой, зачем ты это делаешь? И было очень странно. При этом при часы мы так и не успели поговорить, так прошел час, больше там были комплименты Дубаю, и ничего интересного я у них не услышал, но было интересно посмотреть на них вживую, насколько они скромные люди. И опять же, здесь я больше видел, они очень часто общались, опять же, про дружбу, про любовь, про Дубай, и Дубай для них это место встречи друзей, да, это тоже очень важно для них, поэтому вот так прошел мастер-класс. Следующее мероприятие, которое посетил, это было мероприятие от компании OneCleaf. Если честно, я был вообще не знаком с этим брендом, познакомился только вот на этой выставке. Я, кстати, зашел в их павильон, у них просто огроменный павильон, я даже не представляю, сколько денег они потратили на то, чтобы его создать, посмотрел их часы. И если вы тоже, как и я, не были знакомы с этим брендом, этот бренд больше акцентирован на красивых украшениях для женщин в основном, но также он делает очень сложные и тоже красивые такие часы, которые больше похожи на какое-то искусство. Также они больше делают часы для женщин, которые двигаются. Например, одни из самых популярных часов, это часы, где на одном мосту встречается парочка, и ровно в 12 часов они как бы подходят друг к другу, и можно сказать, что целуются. И это их модель одна из самых популярных, легендарных, можно сказать, что. И у них был мастер-класс, где они, наверное, представляли свои часы. Мне было тоже интересно посмотреть на них, услышать, как создатель относится к своим часам. Тоже интервью брала профессиональная журналистка из Дубая. Что еще интересного было, что во время мастер-класса просто рандомно начали подходить люди и раздавать всем букеты цветов. Вот такой пакет от One Cliff, в котором был букет цветов, и каждому, каждому человеку, который посетил этот мастер-класс, раздали вот такие пакеты с довольно-таки, я бы сказал, дорогими цветами относительно того, чтобы просто их отдать всем зрителям, да, и девушкам, и мне в том числе тоже достался вот такой вот розовый букет. И я потом весь, всю выставку ходил, как какой-то кореец-романтик из корейского сериала с этим букетом цветов. Не знал, куда его деть, потому что незнакомых в Дубае у меня нету. Я пытался отдать его Артему Персидскому, но он его тоже не взял. Поэтому просто весь день ходил с этим букетом. Очень приятно, спасибо, и, наверное, это второй раз в жизни, когда мне подарили букет. Очень прикольно. Почему они дарили букеты? Потому что их часы, новая коллекция, вышла в виде букетов, и там есть такой циферблат, на котором нарисованы, не нарисованы, вернее, созданы вот такие вот цветочки, и со временем они раскрываются и закрываются. Очень интересная работа. Там было, в основном, на мастер-классе сидели только женщины, и, кстати, женщины на них там тоже безумно заинтересованы девушки в часах, и этот бренд как будто бы специально создан для них. Там очень много украшений, очень много бриллиантов, и при этом часы выглядят достаточно сложно и интересно. И еще один бренд, про который я хотел вам рассказать, этот бренд называется Артия. Относительно открылся не так давно, тоже не сильно изучал этот бренд, про него я хочу тоже сделать отдельный ролик, но я хотел бы сразу показать, какие часы я смог посмотреть и даже померить на этой выставке от этого бренда. Это очень сложные часы, и имеют они довольно-таки много уникальностей. Во-первых, там вы видите сами, что это турбионы, это довольно-таки большие, дорогие усложнения, но самая главная фишка у этих часов, то, что они могут менять свой цвет, в зависимости от цвета, который на них падает. Например, берут часы, показывают, что они зеленые, светят специальной лампой, или даже обычной лампой, и они меняют свой цвет на синий. И таких часов много у них в коллекции, и все они меняют цвета на разные другие цвета. Довольно-таки интересная новая идея, и это такой вау-эффект, который действительно шокирует, радует и удивляет часовых коллекционеров. Субтитры сделал DimaTorzok так, прошел третий день выставки, на этом он закончился. Несколько интересных мастер-классов, несколько интересных часов. Что хотел еще сказать вам, то, что я планирую, в принципе, сделать... Я ездил в Дубай на 7 дней, но из этих 7 дней я планирую сделать как минимум 7 роликов еще. Это второе видео из Дубая, еще во время следующего года, я буду, наверное, первые полгода буду делать очень много видео из Дубая, надеюсь, вам понравится. Пожалуйста, подпишитесь на канал, 90% из вас не подписаны. Подпишитесь на нашу телеграм-группу, там у нас часто идут розыгрыши, и мы переходим на четвертый день нашей выставки. И четвертый день у меня сразу начался с мастер-класса, и, в принципе, в этот день было много очень интересных мастер-классов. Наверное, самый-самый интересный мастер-класс это тот, который я расскажу вам прямо сейчас. Он назывался Испытания и сложности часовой инновации, или же Одержимость деталями. Obsession with details. И этот мастер-класс назван абсолютно правильно, потому что там выступал безумно интересный человек, и это единственный мастер-класс, где мы хлопали стоя, еще раз, мы на мастер-классе хлопали стоя, и некоторые даже проследились, настолько это было интересно. Я постараюсь максимально интересно вам рассказать про этот мастер-класс, но если у меня вдруг не получится, если вы знаете английский, снизу я постараюсь найти этот мастер-класс, оставить ссылку, посмотрите этот мастер-класс, это было просто безумно, безумно интересно и красиво. Поэтому, если вы знаете английский, посмотрите этот мастер-класс там, но я попробую на русском рассказать, что там было. Его вел человек по имени Стивен Макдоналл, это часовой мастер из Ирландии, он родился и живет в Ирландии, до сих пор, не в швейцарии и я вряд ли встречал настолько одержимого человека как он бывает что люди одержимы какой-то идеей и этот человек одержим идеи создания часов и он настолько сумасшедший одержим что для меня это было большим шоком именно наверное таких людей называют гениями он либо сумасшедший либо гений но создавая такие часы он точно доказал что он действительно гений этот человек создал часы для компании mbnf которая называется lm sequential которую выиграли gphd за звание лучшие часы 2022 года самые лучшие часы 2022 года создал именно он и это безумно большая и крупная награда которую он смог заслужить и это все абсолютно заслуженно и когда он начал мастер-класс я понял что этот человек действительно как бы довольно таки талантлив чтобы создать такие часы это безумно сложные и красивые часы самое интересное что он сказал я не ношу часов я подумал как человек который создал самые сложные и красивые часы в мире не может не носит часов и для меня это показалось знаете странно мне казалось что это он просто так для себя сделал такое правило и зачем-то это сделал сам решается удовольствие подумал я но когда мастер-класс закончился действительно понял почему они носят часы он начал мастер-класс того что часы ему нравится из-за того что в них есть какая-то магическая вещь а магическая вещь это то что самые красивые сложные вещи как правило не видит обладатель часов то есть когда вы покупаете часы допустим мои федерик констант здесь у нас сзади есть ротор который закрывает половину циферблата и мы не видим основную часть механизма кроме этого здесь есть основная плита который тоже закрывает часть механизма и я его не вижу я вижу только красивую декорированную часть но кто видит что находится под этой плиткой ее видит только создатели часов ее видит только watchmaker только тот человек который собирал эти часы и он у него есть это право это возможность видеть каждую мелкую деталь у него есть эта возможность видеть каждую мелкую деталь у него есть эта возможность наслаждаться той магии которую создали и которые покупателю платит огромное количество денег чтобы часы были максимально отполированы красивыми так далее однако владелец то не видит эту часть полировки и и видит только watchmaker и это как бы такая красота которая существует но которая невидима который видит только тот человек который создает и в этом есть какая-то магия в этом есть какой-то таинственная к таинственная вещь и чтобы доказать эту магию он привел пример одного здания я постараюсь найти видео этого здания смысл в том что снаружи здание выглядит примерно вот так это просто очень страшное непонятное здание нам видно что какие-то болота осушены и так далее и непонятно что происходит внутри но когда вы попадаете внутрь там такое огромное количество деталей в этом здании там столько всяких вырезок столько всяких красок и если обратить внимание на каждую 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 мелочь вы можете видеть что все это было сделано с умом и все это было сделано с какой-то идеей для вас столб может показаться просто столбом но когда он подходит к этому столбу он видит а его покрасили сначала краской потом покрасил лаком потом сделали вот эту вырезку а потом сделали вот такое украшение и это украшение столько на этом столбе и каждой мелочи можно придраться и это то за что мы любим часы то за что возможно любить часы я а вы и также и он это такие мелочи которые сначала ты не замечаешь но чем больше ты носишь часы тем больше ты видишь какую-то красоту и ты замечаешь ее снова и снова, и все больше и больше. И какая-то магия в том, что мы-то видим циферблат, мы не видим то, что происходит за часами, и мы не видим то, как эти часы создавались. Ее видит только сам создатель. И эти часы, часы от MBNF с сложным хронографом, он создавал сам абсолютно полностью с нуля. И этот процесс занял у него огромное количество времени, и он рассказывал о том, как он встретился с Максом Бусером, с основателем компании MBNF, и предложил, вот мои наработки, вот так вот выглядит рисунок, что вы думаете, если я смогу создать эти часы? Пока что это у меня не получилось, но в принципе это потенциально возможно. И он посмотрел на них, и он сказал, давай циферблат переместим, не в 10 сверху, а вниз поставим, и тогда это будет лучше. И договорились об этих часах, он сказал, давай создадим эти часы, мне кажется, это будет что-то уникальное. И он получил это согласие, и он начал работать над одним из самых сложных часов в своей жизни. И весь мастер-класс он рассказывал, насколько сложно создание этих часов. Первый этап, самый сложный, это этап проектирования, потому что каждый миллиметр имеет значение. Когда мы смотрим на часы, мы не задумываемся о том, как они работают, где какая фигурка должна стоять, чтобы они заработали. И когда речь идет о настолько сложных часах, это тем более идет ближе к невозможному. Большинство часовых мастеров, они просто покупают готовый механизм, что-то переставляют, но в целом механизм, структура, она остается той же. А ему нужно заново, с полного нуля создать структуру часов, и это близко к невозможному. И он показывал нам схемы того, как это происходит. Сначала он примерно ставит их туда, потом каждый миллиметр высчитывается. Какое расстояние от стрелки до этого колеса? От этого колеса к этой стенке, от этой стенки к следующему колесу. И учитывая, что в этих часах просто огромное количество деталей, работа безумно сложная, и если на месте одной детали она мешает другой, то в принципе часы становятся невозможными, они не работают. И чтобы они заработали, нужно заново и заново все проектировать с нуля. И он показывал то, как он вырезает эти детали. И то, чтобы вырезать эти детали, тоже проходит там день, неделя. И поэтому, например, первый день он смастерил одну деталь, и она не подошла. И он ее выкидывает и делает новую деталь на основе этой же детали, и это занимает еще один день. И таким образом, чтобы дойти до одной детали, условно, ему требуется 30 попыток. Это уже месяц времени, который проходит для него очень и очень быстро. И он, пока он не сделает эту деталь, он не может спать. И для него это просто какой-то шок. Он перед сном думает об этой детали, он просыпается, думает об этой детали, он кушает, работает, но только думает об этой детали, потому что он просто помешан на том, чтобы создать эти сложные часы. И когда человек посвящает такое огромное время своему делу с этим часом, то это становится чем-то действительно безумно ценным, важным и безумно сентиментальным лично для него. И он показывал, насколько маленькие детали относительно спичечной, обычной спички, да, и мы видим, что это действительно безумно маленькая работа, и тем более он живет в Ирландии, у него там семья, он не может там переехать в Швейцарию, чтобы там все создавать, тем более он мастер-одиночка, он все это делает один в своей комнате, поэтому он сделал так, чтобы вся мастерская у него была оснащена каждым нужным оборудованием, где он может создать любые часы абсолютно с нуля. Ему не нужно ехать там в Швейцарию заказывать что-то, не нужно заказывать что-то с Китая, ждать. У него есть вот эта маленькая мастерская, маленькая комнатка, где он любые часы свои создает полностью с нуля, и может реально все опробовать. И поэтому он работает с Ирландией у себя дома, и поэтому он живет как вот этот сумасшедший у себя дома, и постоянно работает над своими часами. И он нам рассказывал о том, как одна деталь у него вообще не получалась, о том, как у него была огромная депрессия, что он ничего не мог сделать, и хронограф просто не включался, потому что как бы нужно было создать такую маленькую деталь, которая сможет включать хронограф, и у него это просто не получалось очень долгое время. И когда ему один раз пришла идея сделать вот этот крючок, и он показывал, как это все выглядит, я, конечно, не watchmaker, поэтому я, возможно, делаю много ошибок, пока рассказываю эту историю, но примерно, я думаю, вы понимаете. Ему пришла эта идея, и он сразу же ее напечатал, и вдруг он включил эти часы, и они начали работать. И он показывал эти же часы, которые выиграли GPHD, и при этом он сделал его в своей мастерской, то есть она вообще не отполирована, вообще выглядит по-другому, но это рабочий прототип, который начал работать, и он понял, что все, у нас получилось, это возможно, часы работают, это готовый рабочий прототип. У него ушло огромное количество времени, нервов и усилий, чтобы их сдать. И когда вы понимаете, что человек посвятил буквально несколько лет свою жизнь, можно сказать, чтобы создать эти часы, он боится их одевать. Он боится их одевать, потому что это слишком сентиментально для него, это часть его души, и он как будто бы одевает свое создание, своего ребенка, и он понимает, насколько огромное количество страданий, сколько счастья, сколько эмоций было связано с этими часами, поэтому он просто не в состоянии ходить. Настолько для него это важно, настолько много он пережил с этими часами. И когда он отдал, когда он сделал прототип, далее он просто отдает его MBNF. И MBNF уже смотрит на этот прототип, смотрит на схемы, и уже создает эти часы профессионально с нуля. И далее уже все от него не зависит. И он сделал свою работу, и он уходит, и его задача просто ждать. И это ожидание тоже заставляет его нервничать, это такая нагрузка. И он видит, как его ребенок, его создание начинает уже расти и создаваться вне его мастерской. Он на этот процесс никак не влияет, и он видит, как что-то, что он создал, начинает обретать свою жизнь. Самое интересное о том, что он, при том, что он выиграл эту награду, он не был на награждении в GPHD. Макс Буссер его приглашал, как создателя этих часов, прийти на награждение, если они выиграют. Но он не пришел по единственной причине, потому что он понимал, что если вдруг мое дитя, мое создание не выиграет этот конкурс, то я буду чувствовать себя ужасно. Я захочу уйти, убежать в свой дом, спрятаться в своем подвале и не выходить оттуда целый год. Потому что для него безумно было бы больно узнать, что его создание, его ребенок не был успешным в мире. И настолько он сумасшедший, я бы сказал, настолько он гений. И поэтому он не пришел, но когда часы все-таки выиграли эту награду, он пожалел о том, что он не пришел, лучше бы он пошел. И когда он закончил, сейчас эти часы стоят 180 тысяч долларов. У него, соответственно, этих часов нету не потому, что у него нет денег, а потому, что он не может их носить. И он в целом не носит часы. И он сказал нам такую вещь, когда вы одеваете часы, не забывайте, сколько много сил, энергии, любви и стараний ушло на эти часы. Кто-то посвятил целую жизнь, чтобы создать эти часы. И когда вы носите часы, вы носите часть их силы, часть их энергии, часть их души, часть их стараний. И никогда не относитесь к часам просто как к часам, потому что это всегда нечто большее. И создавалось это ради нечто большего. Уф, это было просто, просто... У меня нет слов, чтобы описать, насколько это был интересный мастер-класс. Опять же, мы все стоя хлопали о том, что он был obsessed. Он был просто помешан на этих часах, и у него все-таки получилось это сделать. И когда мы слушали эту историю, мы были настолько вдохновлены, и мы прям прожили этот момент вместе с ним. Поэтому для нас это было нечто особенное. И запомнилось каждому из нас о том, что это все было сделано с таким старанием, и ради страсти, ради этого дела, к которому мы все настолько привязаны, настолько нам интересно все это изучать. Поэтому мы были безумно благодарны, что он поделился этой историей. После этого была сессия вопросов и ответов, где мы задавали ему вопросы разные люди. И один из вопросов, который я запомнил, это был, слушай, ты так сильно напряжен, ты так много думаешь об этом, а как ты вообще отдыхаешь, как ты расслабляешься? Он такой, ну, знаете, мне помогает алкоголь, я много бухаю, и все такие, очень смешно. Вот, действительно, действительно, наверное, тяжело, тяжело жить, когда у тебя такая большая страсть к какому-то делу. Еще один вопрос, который я запомнил, это как твоя семья относится к этому делу. И он сказал, у меня есть две дочки и жена, и они, как бы, не настолько помешаны на часах, они вообще не носят часы, для них это неинтересно. Кстати, я от многих услышал такой момент, что, действительно, те люди, которые настолько сильно увлекаются часами, и в следующее поколение, они каждый, далеко не каждый, да, интересуется часами, и у него это то же самое, поэтому они с пониманием относятся к нему, и, в принципе, не сильно его тревожат, потому что, типа, папа занимается своим делом, и это, в принципе, тоже хорошо. И еще один момент, какую знаменитость я встретил, этот мастер-класс посетил актер. Раньше я сначала смотрел на него и думал, где-то его точно видел, я его точно где-то видел, возможно, на прошлых видео от Dubai Watch Week, но потом я узнал, что это актер под именем Элвис Ходж, и он снимался в фильме «Черный адам» с Дуэйн Джонсоном. Возможно, вы смотрели этот фильм, он там играл такого ястреба, и этот актер, в принципе, довольно-таки большой, большая голливудская звезда, я бы сказал, учитывая, что он, опять же, играл второстепенную роль в фильме «Черный адам» от DC, последнего, да, и он там был, и он тоже задал в конце вопрос этому Стивену, и он обратился к Стивену, который вел прошлый мастер-класс, о котором он только что рассказывал, и он сказал, что, знаешь, я хотел бы, чтобы ты расслабился и понял, что ты достиг, ты действительно выполнил эту сложную задачу, и мы безумно благодарны, что ты с нами поделился, и мы все чувствуем это сопереживание к тебе, и мы чувствуем тот успех, который ты достиг, и я бы хотел, чтобы ты тоже мог позволить себе чувствовать то достижение, тот успех, который ты добился, потому что он себе этого действительно не позволяет, потому что он до сих пор находится в этом состоянии obsession with details, да, и поэтому было интересно, и мы все поддержали его, похлопали, так прошел мастер-класс, и так я встретил эту знаменитость, который снимался в этом фильме. Окей, надеюсь, вам интересно, так же, как и мне, и мы переходим дальше. Часы, которые я посмотрел, я зашел в бутик Bremont, возможно, вы знаете этот бренд, это у нас бренд из, если не ошибаюсь, Великобритании, британский такой бренд, который, я, кстати, в прошлом видео рассказал, что я сделал фото с CEO этого бренда, с управляющим директором, и поэтому часы я так же посмотрел и тоже померил. Небольшой фанат этого бренда, я не чувствую, что эти часы прям мои, они у нас в ценовом сегменте от 3 до 10 тысяч долларов, я помню этот бренд за то, что он снимался, был в фильме Kingsman, наверное, так я познакомился с этим брендом, потому что я смотрел фильм Kingsman, только начал увлекаться часами, и там на актере были эти часы. А, померил пару часов, если не ошибаюсь, часы GMT, все кадры на вашем экране. Кроме этого, зашел в бутик Bulgari, Bulgari это довольно-таки крупный бренд для дубаев, поэтому они построили отдельный свой павильон в таком зеркальном красивом стиле, очень все дорого выглядело, и внутри был, я чувствовал себя как в каком-то мини-музее, там стояли такие стеклянные экспонаты, стояли такие стеклянные рамки, в которых можно было посмотреть разные популярные, я бы сказал, иконические, легендарные модели от Bulgari. Я сделал пару подсъемок, вы тоже их можете видеть на своем экране, но самое интересное, что я встретил там те самые легендарные, самые тонкие часы от Acta Finissimo. Вообще, сама модель Acta Finissimo мне не сильно раньше нравилась, потому что они казались мне немножко искусственными, немножко такими нарисованными, какими-то пластиковыми издалека они казались, но чем больше я увлекаюсь часами, тем больше я понимаю какие-то вещи, и тем больше мне какие-то бренды, даже попсовые, начинают нравиться. То же самое относится и к бренду Bulgari, я посмотрел часы, это довольно-таки интересные, красивые часы, много разных моделей я там заснял. Второй мастер-класс, который был, наверное, самым полезным мастер-классом для меня, это мастер-класс про винтажные часы под названием «Путешествие коллекционера». Этот мастер-класс вел человек из компании Momentum, это такой винтажный магазин часов в Дубае. К сожалению, я, скорее всего, не успел его посмотреть, но, опять же, для меня это большой, очень полезный мастер-класс, потому что, во-первых, мне очень нравятся винтажные часы, как вы знаете, в моей коллекции есть две пары винтажных часов. Во-вторых, я, знаете, недавно подумал и понял, что давайте-ка я возьму этот мастер-класс и запишу для вас отдельное видео о том, что как обращаться и как покупать винтажные часы. Просто сделаю отдельный выпуск про винтажные часы. Если вам это интересно, пишите в комментарии, я буду иметь в виду, и тогда точно сделаю этот ролик. Но пока я вам вкратце расскажу, что было в этом мастер-классе и какие интересные вещи я в нем узнал. Первое, что он рассказал, это то, чем винтажные часы отличаются от секонд-хенд. То есть винтажные часы и секонд-хенд, это, в принципе, разные вещи. Секонд-хенд это вещи, которые люди уже носили, и это не обязательно должны быть прямо винтажные часы. И также винтажные часы не обязательно те часы, которые уже кто-то носил. Это также могут быть и новые часы. Винтажные часы это те часы, которые уже перестали производить, как минимум 30 лет обычно прошло с момента их производства, Но также, в принципе, новые модели, которые тоже перестали уже делать, тоже могут называться винтажными, если их уже сняли с производства. Про винтажные часы можно сказать 8 слов, 8 вещей. Первое, unique, то есть они уникальны чаще всего, то есть таких часов нет, больше не делается. Второе, investment, то есть часто винтажные часы используют как инвестиционную вещь, потому что со временем многие винтажные часы начинают повышаться в стоимости, особенно тем более, если их уже нет в производстве, то есть спрос остается там условно таким же, а предложение упало, таким образом цена, соответственно, растет. Третье, personal, то есть персональные, то есть для каждой может найти что-то свое в винтажных часах и как-то выразить себя через эти часы. Четвертое, character, то есть характер этих часов. Как правило, винтажные часы имеют свой такой шарм, который не подвластен и, как обычно, не свойственен новым часам. Пятое, культ, то есть, наверное, культура и в целом культ как течение новое винтажных часов, которое стало безумно популярным в последние годы. Далее, value, это у нас ценность этих часов, ценность зависит от многих вещей, ну, в основном это связано с историей происхождения часов и с популярностью этих часов и так далее, и так далее. Lifestyle и класс, в принципе, я думаю, более-менее все понятно. Далее, где продают часы? Далее, обычно продают их в трех местах. Это первое, онлайн, что чаще всего свойственно к нам, да, покупать часы онлайн, потому что винтажные часы редко где можно найти в наше время, если мы говорим про швейцарские часы. Второе, retail, это, в принципе, магазины часов, которые существуют в мире. Опять же, он есть в Дубае, в Штатах, у нас в Кыргызстане, по крайней мере, нет, в России, я не знаю, возможно, у вас что-то подобное есть, скорее всего. Третье, это аукционы. И в аукционах чаще всего покупают часы. Если вы хотите купить какие-то часы винтажные, но боитесь покупать там онлайн, чаще всего самый лучший способ это аукционы. Однако аукционы, опять же, проходят далеко не всегда и не везде. Обычно такая-то большая вещь такая в Штатах, в Швейцарии и так далее, и так далее. Я лично никогда не был на таких аукционах, надеюсь, когда-нибудь побываю там. Но, опять же, везде есть свои риски. Не хочется, честно говоря, много рассказывать про винтажные часы, потому что реально было бы круто просто сделать для вас отдельное видео про эту тему. Одна из важных вещей, которые он нам сказал также, это buy the seller, покупай продавца. Ты покупаешь не часы, ты покупаешь продавца. Если продавец вызывает у тебя доверие, если он действительно хороший, то ты можешь спокойно доверять ему, ты можешь покупать любые часы, которые у него есть, если ты ему доверяешь. Самое важное найти продавца, которому ты доверяешь. Buy the seller. Далее он рассказал про три типа коллекционирования. Мне это очень понравилось, я тоже хочу про это отдельный ролик сделать. Есть горизонтальный тип коллекционирования, когда вы коллекционируете разные версии одной и той же модели часов в одном бренде. Или разные бренды часов одного и того же типа. Есть вертикальное коллекционирование, когда вы коллекционируете только один бренд. Есть рандомное коллекционирование, когда вы просто рандомные часы коллекционируете, как мы это с вами делаем. циферблат это самая важная часть часов особенно винтажных далее редкость важнее состояние если часы в плохом состоянии но при этом они более редкий то соответственно они принципе стоят дороже в любом случае примерно так все мне кажется много не надо говорить первую тему лучше сделать отдельный ролик кстати он показал очень интересную таблицу где он показал самые иконические самые легендарные часы которые у нас выходили на свет конечно таблица не полная но тоже очень безумно интересное чтобы сфотографировать и оставить себе на память едем дальше часы которые встретил я заходил в отдельный бутик улиц нордан тоже построили очень красивый сложный бутик не знаю как они это сделали как они его будут потом разбирать там они больше сделали большой упор на часы фрик у них сейчас в этом году фрик часы выиграли звание самых иконечных часов 2023 года на звание gphd и это довольно таки престижная награда и поэтому принципе они имеют право в раз они выиграли такую награду сделать всю выставку свою вокруг этих часов нам было очень много разных фриков много разных часов и в целом весь павильон они сделали в виде этого фрика что было довольно таки эффектно и часы которые там снял вы можете видеть на своем экране следующий мастер-класс тоже было интересное его вел макс бюсер это основатель компании мбнф компания мбнф сейчас стала просто безумно популярна и особенно в дубае они растут просто каждый год и популярность них также очень растет я уверен что увидели разные часы их в интернете за последнее время мы согласно называется думай по другому и там него брал интервью человек под именем века я его уже раньше видел это основатель журнала revolution и часто в ютюбе в ютюбе про часы часто появляется это тоже довольно таки известный человек что интересного я услышал в этом мастер-классе он рассказал свою историю историю создания бренда и он рассказал о том что он раза три был на грани разорения в этой компании потому что эта компания делает очень редкие часы очень сложные часы и покупателю на такие часы тоже найти иногда довольно таки сложно это сейчас они стали такими популярными и сейчас у них больше спрос но вначале было довольно таки сложно и он рассказывал о том как семья для него это очень важно насколько она сильно его поддерживала что интересно вся его семья приехала на мастер-класс и она сидела на первом ряду и я мог увидеть его дочек 2 его жену который тоже сидел на переднем ряду и было приятно услышать как бы те комплименты когда он давал своей семье то о том как он сильно и важно рассказывал про семью я снова почувствовал этот момент объединения семья насколько это важно в дубаях и в сфере часов также для него важны его сотрудники целом даже по названию этого бренда можно сказать что насколько важно для него семья и друзья то есть бренд называется mb nf mb это его имя его инициалы nf and friends значит то есть и его друзья макс миссер и его друзья называется бренд поэтому для него очень важна дружба дружба с клиентами дружба с сотрудниками у него было там во время са класса фото всех его сотрудников очень оригинальные фотографии он явно их показывает потому что где вы видели вообще другой бренд который показывает фотографию всех своих сотрудников насколько это для него важно кстати говоря он в целом живет в дубаях это его постоянный дом и в целом дубай для него один из самых крупнейших рынков на данную минуту хотя так было не всегда был момент когда он был на грани банкротства и он приехал к сидике сидике family то есть мухаммед сидике тот человек который создал эту конференцию в целом создал dubai watch week и когда у него этот человек который владеет большинством магазинов дубая часов когда у него не было денег он приехал к к нему сидике мистер селики сказал что он видимо как-то понял и увидел что у него проблемы с финансами на складами свой каталог он выдал каталог он листает такой три четыре два три два ты будешь записывать нет такая ситуация была и он такой а это чё заказ типа на такое количество часов чтобы понимали у него часы безумно дорогие опять же те часы которые там выиграл награду стоили 180 тысяч долларов на тот момент он не был популярным его часы вообще не были в спросе а тут человек с дубая безумно богатый человек я так сказала который про перепродает часы просто берет его каталог или стать такой два три два один пять шесть и таким образом просто скупил очень большое количество часов таким образом он сильно поддержал макса таким образом макс в принципе макс бюсер не разорился в тот момент потому что опять же семья сидики так сильно его поддержал и купила часы и он даже сказал по секрету что далеко не все часы которые он тогда купил они смогли продать до сих пор не лежал где-то в полках он так и не смог их продать однако макс бюсер настолько ценит этот момент потому что именно этот момент в принципе сохранил его карьеру и позволил этому бренду сохранить свое имя говоря про имя на очень интересно то что он сказал о том что когда вы называете бренд своим именем вы пожизненно подписываете свой договор с этим брендом о том что вы должны до конца своей жизни быть с этим брендом потому что опять же очень странно если макс бюстер там уйдет из компании которая называется макс бюстер понимаете поэтому это очень важно как понимать когда вы задаете бренд своим именем это тот бренд который должен быть с вами всю вашу жизнь и вы как бы сами подписывайтесь на это очень довольно таки интересная мысль о котором не задумываешься сразу также была очень интересная история про музей часов как вы знаете вы знаете вы или нет швейцар есть музей который сделал он под названием от галлари и что интересное что это такой уникальный музей с часовыми экспонатами и когда он приехал в дубай вот этот человек мистер сидике сказал ему давай ты у нас построишь такой же музей он такой так он не просит прибыли как мы будем его обеспечивать он такой я об этом позабочусь таким образом в дубае открыли второй такой музей я кстати его посетил я тоже сделал отдельное видео поэтому ждите едем дальше в зале присутствовала вся его семья как я уже сказал и было очень сентиментально услышать найти в снг не так часто говорят про отношения про семью про любовь тем более со сцены тут он говорил такую вещь что вы знаете моя дочка недавно этом 16 лет или сколько-то проходил очень сложный момент я очень горд своей дочкой за то как она его прошла из оставалась сильной и мы все за не очень переживали но она справилась со всеми своими проблемами я понятия не имею какие могут быть проблемы ну конечно есть имеется ввиду но я не знаю какие были проблемы у этой девочки то что это довольно таки маленькой девочкой максимум было 14 лет но он со сцены об этом рассказала и это было знаете безумно трогательно очень мило и очень трогать я видел что его жена чуть ли не начала плакать я возможно она просто как бы улыбнулась но я просто наблюдал сбоку за их семьей и мне было безумно приятно о том что насколько мило и сентиментально это все проходит и снова и снова и снова я видел насколько часы это может быть вещью который объединяет людей друзей и семью также я нашел самые красивые часы на этой выставке это конечно мнение спорное это исключительно мое мнение но для меня лично самые красивые часы на выставке это часы от компании чп я их видел до этого на фотографиях но когда я померил их посмотрел в живую для меня это было просто безумно красиво они стоят около 20000 долларов и для меня было безумно интересно их померить примерно так они выглядят на моей руке и для меня это самые красивые часы на выставке кроме этого зашел бутик шапа если честно я небольшой фанат то бренда и немного в нем разбираюсь потому что это как будто бы бренд вне моей ценовой категории и он какой-то для другой целевой аудитории поэтому не стал много фотографировать его но есть пару кадров если вам интересно также оставляю здесь бренд шапа специально для вас следующий мастер-класс назвался редкость и сложность часов патек филипп или патек филипп как вам интереснее как вам как вам будет звучать правильнее там у нас был очень интересный гость как как могло показаться которого зовут патрик get rate надеюсь правильно произнес это такой коллекционер часов который имеет большую и очень дорогую коллекцию часов которая насчитывает более 600 разных редких часов она также известна как all collection вы можете даже найти в инстаграме профиль all collection которая показывает сколько разных у него редких часов на этом мастер-классе была также представлена часть его коллекции очень много часов я также их отснял кадры я буду выставлять во время этого видео во время этого мастер-класса буду просто рандомно показывать вам часы которые я который есть в его коллекции что сказать хотел про него во первых у него очень много рекордов рекордов там за самые там дорогие часы всякие которым покупал редкость самые редкие часы и так далее так далее очень много разных рекордов которым он владеет но сам человек мне показался очень такой знаете человек который во первых возрасте во вторых которому нечего доказывать которые которого уже знаете такой настолько богатого которых уже принципы не имеет значения он сидел перед нами так развалившись и там постоянно пил энергетик постоянно звал своих подчиненных игры у меня принесите кофе кофе им принесли принесите шоколад и виски ему там шоколад и виски приносит я такой типа окей у нас мастер-класс идет как бы но человек опять же настолько богат и что в принципе ему все равно нам рассказывал про свою девушку и хотя человек найти такой он выглядит как реально человек про которого нам в детстве показывали богатеньких наглых людей он примерно так вот и выглядит знаете но при этом он наверное может сказать что на уровне легендарные коллекции у него действительно очень дорогая коллекция единственный раз когда он продавал часы когда ему надо было там что ли дом купить или еще что-то такое и он продал единственный раз свои часы и продал их за 400 тысяч долларов то есть настолько дорогая у него коллекция часов и в этом мастер-классе мы больше рассказывалось про то почему patek philippe самые дорогие и престижные часы и знаете я так подумал вчера как бы вам рассказать про этот бренд и понял такую вещь что patek philippe это с один из самых лучших брендов в мире почему потому что какой самый сильный бренд во всем мире в сфере часов и не только это rolex потому что он известен даже вне сферы часов какой самый лучший я не знаю циферблат спорно конечно но там скажем условно допустим допустим я знаю что не так ну допустим возьмем нам грандсейкл к примеру какой самые сложные красивые декорированный механизм аланга ok какой самый сложный механизм самый лучший gc в принципе тоже можно сказать какие самые дорогие там популярные современные часы скажем ричард милл условно какой самый лучший механизм до хронографа скажем зенит то есть брендов разных лучших много но какой бренд сам сам лучшей истории самой дальней истории план по самой лучшей истории допустим допустим омега не говорю что так допустим а вот у нас 8 разных брендов 8 разных самых лучших бренд но какой бренд имеет все эти критерии и во всех этих критерий входит в топ-3 таким образом является самым лучшим это только patek philippe реально во всех этих сферах у кого есть и спортивные часы лучшие и классические часы лучше и супер дорогое декорирование и супер дорогие редкие материалы супер сложные и красивые механизмы у кого есть и сильный бренд и история бренда и все 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 вместе взято это только patek philippe поэтому он является принципе брендом номер один как я лично для себя считаю и вот и в этом мастер-классе принципе удалось узнать и больше про бренд и узнать настолько почему настолько дорогой и почему настолько уникальный мы рассматривали его на примере вечного календаря от patek philippe где как нам сказали нет ничего лишнего и принципе действительно настолько чистый циферблат и много разных усложнений но ничего лишнего и каждая деталь имеет свою цель и ценность но два момента которые запомнил это мастер-класса это первое вы знали что разметки на patek philippe вот эти вот минутные разметки маленькие маленькие их рисуют вручную я об этом вообще не знал только их вырезает вручную заливает краской и рисует полностью человек вручную и то что они находятся каждый миллиметр от миллиметра друг от друга и это идеальное расстояние там нет ни одного косяка вот почему эти часы стоят настолько дорого это все делается абсолютно вручную и есть часы на которых есть минутные отметки которые приклеены например вот на моих фридрик констант здесь есть часовые индексы которые приклеены они все делаются машинкой тут все очень просто но вы узнали что в patek philippe во первых ладно не прикрепляется вручную это окей это ничего принципе удивительно но узнали что каждая цифра к вырезается ножницами вручную я лично об этом вообще не знал для меня это было тоже маленьким шоком о том что настолько маленькие цифры и у них есть на такие специальные ножнички и час сидит человек и весь день вырезает эти цифры я задал вопрос а что случается когда цифра имеет в себе отверстие например цифра 4 у него внутри есть отверстие на игр все очень просто маленький кусочек металла вырезается с этой дырочкой и вокруг этой дырочки он должен вырезать эту цифру 4 понимаете и должен ее вырезать настолько идеально чтобы это смотрелось просто идеально поэтому patek philippe настолько дорогие и если я пока вы смотрели не успел показать всю коллекцию часов то вот еще оставшиеся кадры его коллекции часов в конце этого четвертого дня я также посетил открытие новых часов бренда джералд чарльз если вы раньше не знали этот бренд этот бренд часов которые делает часы от джералда джент и джералд джент и это я думаю самый легендарный дизайнер часов во всем мире я думаю все про него знают все по него слышали что интересно что сейчас они вот создали этот бренд сейчас у него активно его начали раскручивать и они назвали вот джералд чарльз что меня раздражает почему тут нету намека на дженту потому что я не знаю скорее всего это название было невозможно как бы заново создать я не знаю лично я еще не изучал но по факту называется он джералд чарльз там открывали лимитированную модель в честь дубая и как вы думаете кто там был конечно же господин сидики и как вы думаете что он сказал конечно же что они пришли сюда не просто запустить часы а праздновать праздновать часовое искусство праздновать дружбу между брендом charles и дубая опять же и третий человек который говорит про дружбу про дубай про то насколько для них важно в первую очередь отношения между друг другом что я также снова для себя подчеркнул я был на этом открытии я покушал там бесплатную еду я посмотрел на часы и немножко даже отснял и само открытие и самого сидики и сами часы закончился четвертый день и настал пятый финальный день и знаете я на пятый день почувствовал грусть потому что я как будто бы прожил маленькую жизнь дубая и я там постоянно ходил один из-за этого мне было иногда довольно таки грустно скучно ни с кем не там особо не общался просто сам по себе интроверт и мне нужна уже готовая компания чтобы с кем-то общаться и знаете там было много всего позитивного много всего энергичного много всего интересного также были и моменты грусти были моменты когда нечего было делать и как будто бы из-за того что эмоции было много разных я как будто прожил маленькую жизнь и мне резко стало грустно того что все это заканчивается я прожил маленькую интересную жизнь дубая и она подходит концу и это было очень интересно и незабываемо и пятый день был таким знаком того что это все это конец и мы не увидимся как минимум два года и надеюсь через два года снова приеду на эту конференцию и это будет снова новый экспириенс но я безумно благодарен дубай watch week безумного конечно она была и существовала это что мне бесплатно удалось туда попасть бесплатно имеется ввиду выставка его абсолютно бесплатно мерил часы абсолютно бесплатно и все мастер-классы были абсолютно бесплатно и поэтому я безумно благодарен за то что он существует за то что она дала мне так многое за такое маленькое короткое время и поэтому я пришел в этот день сделал немножко подсъемок разных часов сделал съемку начала этих роликов и так далее и посетил два месяца мастер-класса которые мне вообще ничем не запомнились это были такие я бы сказал не очень значительные и интересные мастер-классы поэтому рассказы про них я тоже не буду вам сегодня знаменитости я встретил я видел там как ходит и работает чувак из switch watch game возможно вы видели его youtube канал тоже снимает максимально дорогие часы на английском ну смысле тоже просто снимает максимально дорогие часы видел как он работает не стал к нему подходить также встретил там джах калиба я не слушаю много русской музыки музыки на русском имеется виду я больше слушаю все на английском и поэтому я не фанат джах калибы поэтому когда я сидел копался в телефоне смотрю проходит человек и такой джах калиб потом посмотрел действительно это был он тоже приехал на эту выставку что тоже большой лайк увидел его тоже далее я снял несколько брендов я расскажу какие часы мне понравились также больше всего и которые я хочу купить там был бутик тюдор в котором мы с персидским тусили я к уже вам это рассказывал в прошлом ролике и там я смог померить тюдор black bay синего цвета я не помню точное название но когда их померил я такой да это мои часы это те часы которые мне хочется купить у них офигенный цвет они офигенно выглядят у них красивые разметки они похожи на винтажные часы и все в них не очень очень симпатично мне понравились часы я рад что я смог их померить и почувствовать что да это те часы которые мне хочется когда-нибудь в будущем купить и который я вам рекомендую что ж я уже записал полное видео дубаева чвык а потом понял что я хочу сделать его новогодним и совсем не сказала ничего про нового года не подвел итоги поэтому я решил через пару дней после уже доснять окончание этого ролика и сделать новый год вместе с вами друзья первое что хотел бы сказать что прошу прощения за то что у меня не слишком красивая картинка в качестве потому что этому есть причина я вам ее позже чуть расскажу на так сразу хочется сказать что этот год был потрясающий и очень много всего произошло первую очередь хочется сказать что я начал этот год когда у меня было 1200 подписчиков всего 1200 и они все пришли от 5 видео на этом канале было всего лишь пять видео в общей сложности эти пять видео набрали 60 2600 просмотров это было все что у меня было с каналом я начинал год когда я вообще не знал чем я хочу заниматься куда идти и получится ли у меня что-нибудь в сфере часов и я поставил себе цель на этот год чтобы найти новую сферу жизни я сформулировал так найти новый путь и так оказалось что у меня это получилось сделать и этот канал начал расти что в первую очередь должен поблагодарить вас сегодня мы заканчиваем год когда у нас 14300 подписчиков на этом канале на момент записи этого видео около 50 видео мы выпустили вместе с вами около миллиона восьмиста просмотров на всех видео вместе взятых миллион восемьсот за один год это безумная цифра и самое популярное видео набрало 800 тысяч просмотров это все не было бы возможно благодаря вам и я искренне благодарен что вы меня в первую очередь смотрите мне безумно приятно заниматься этим делом безумно приятно читать ваши комментарии разговаривать с вами общаться сейчас также в телеграм-канале много обсуждений каждый раз когда вы отправляете какие часы вы носите я безумно радуюсь и мне безумно интересно коммуницировать с вами и вести с вами какие-то дела спасибо большое вам что вы были частью являетесь частью элвотис элвотис это вы знали вы об этом или нет но элл с кыргызского а я живу в кыргызстане переводится как народ и можно на наше название перевести элвотис как народные часы часы для народа поэтому в первую очередь это все вы спасибо большое именно вам я не знал получится ли у меня нет но мне помогло две вещи мое одно видео залетела и стало огромное количество просмотров но это стало и негативным фактором потому что все начали писать негатив на этом видео там были не часовые любители рандомные вообще люди однако что повезло во первых я выпустил другое видео где вы меня очень сильно поддержали искали что продолжать дальше меня это мотивировало и вторая вещь это вот эти часы сегл которые сейчас ношу на самом деле эти часы спасли можно сказать что мой youtube канал потому что сегл связали со мной сказали давайте мы вам отправим часы вы сделаете обзор и меня это настолько сильно порадовало что решил продолжать и увидел что в этом есть какой-то должнейший путь я мог бы бросить этот youtube канал но сегл вдруг меня каким-то образом спасли за что я и ношу эти часы за что я их и люблю на самом деле но продолжаем дальше подводим итоги остальные самые красивые часы которые увидел за год это безусловно чопы которые вы видели в этом видео это потрясающие часы и ничего красивее я наверное еще в жизни не видел это был потрясающий экспириенс самые желанные часы которые я обозревал на канале на данный момент это у нас maurice lacroix icon еще не знаю какие хочу хочу ли кстати они очень кстати похожи с предыдущими часами возможно это с этим и как-то связано третий момент самые дорогие часы на канале которые в этом году обозревал это конечно же так хайр самые ненавистные часы также являются самыми дорогими на канале часы которые я хочу купить в следующем году мне очень понравились три модели но каждая из них стоит довольно таки дорого и ну давай сначала назову первое конечно же карте танк это одна из моих мечет которые я давно мечтаю второе это maurice lacroix icon тоже пока еще не знаю хочу или не хочу какая модель но очень интересует и третья это у нас тюдор black bay 50 если не ошибаюсь который я померил потрясающая модель все эти часы стоят в районе от двух до трех тысяч долларов минимальная цена их и вряд ли я смогу купить их в следующем году потому что планы у меня абсолютно другие и сейчас надо больше денег и внимания на основную жизнь под уделить однако never say never никогда не говори никогда кто знает что будет следующем году поэтому вот такие трое часов мне интересуют больше всего поговорим про следующий год какие у нас цели у цели у этого канала обычно не принято говорить про целях но так сложился стиль моей жизни более там 8 лет я публично и говорю о своих целях и пытаюсь их достичь не все далеко удаются однако очень интересно бы их заявлять следующий год я хочу набрать в первую очередь я хочу набрать 40 тысяч подписчиков вот конечно же это не должно влиять на качество видео в первую очередь я буду сфокусирован на качестве видео и так далее на часах на том чем занимается но как следствие я хочу получить 40 тысяч подписчиков и скорее всего это невозможно вряд ли какой-то часовой канал в россии сделал это так быстро я хочу стать самым быстрорастущим каналом в ютюбе русскоязычном очень важно подметить и возможно это не получится если я буду расти так же как я расту у меня это вообще не получится поэтому следующем году надо делать что-то грандиозное чтобы получилось однако эта цель мне нравится она меня заряжает она мне вдохновляет я попробую достичь именно ее поэтому здесь мы на этом видео фиксируем эту цель 2 момент я хочу дать на благотворительный аукцион часы хочу купить крутые винтажные часы и дать их на аукцион организации про киджи которые в которой я состою в кыргызстане мне кажется это было бы очень классно это моя маленькая цель на следующий год и вот так как то цель стать самым быстрорастущим каналом чтобы делать качественный контент и вырасти и стать таким же сильным как мои коллеги по цеху в часовой индустрии самое популярное видео я уже говорю 800 тысяч просмотров самое не популярное видео это история о том как я нашел свои детские часы обложку сделал видимо неправильно но я принципе представлял что он не зайдет и оно не зашло сейчас там 1800 просмотров меня на кстати нравится можете посмотреть также самая главная новость на этом канале почему это видео настолько дерьмовая я бы сказал вы видите что качество картинки чуть ухудшилось то что я снимаю на старый телефон недавно купил себе новый телефон и качество улучшилось вы об этом писали однако его продал а продал его по одной причине по нескольким причинам он мне надоел он не сильно разочаровал но также одной из причин и было что я уже получил свой новогодний подарок от санты дорогие друзья у нас с вами наконец-то есть нормальная профессиональная камера sony это мой подарок на новый год от моего брата моего родного брата который искренне верит в мой канал и поддержал меня в этом пути он подарил мне нормальную профессиональную камеру именно ту которую я хотел это было неожиданно это было на новый год поэтому со следующего года мы с вами начинаем снимать супер профессиональные красивые видео в 4k поэтому я поздравляю вас с новым годом это наш подарок мой и ваш в том числе поэтому очень очень рад спасибо огромному мою брату может также оставить комментарии в благодарность ему за то что он поверил в мой канал надеюсь это инвестиция тысячекратно оправдается если вы не посмотрели видео вышло также новогодние у артема персидского там мы все блогеры собрались вместе и рассказали про часы которые мы носили в 2023 году тоже классное видео новогодние тоже посмотрите если вы хотите почувствовать новогоднюю атмосферу ну и в конце конечно же хотел бы поздравить вас новым годом годы проходят время идет мы очень хорошо фиксируем их на ванах и часах и хочется чтобы самое главное знаете конечно здоровье счастье любовь это все безусловное самое главное но также очень важно чтобы вы замечали свою жизнь и проживали ее когда я смотрю на часы я вижу как секундная стрелка бежит я как будто бы нахожусь в реальности и вижу как это время проходит прямо сейчас я могу его проживать полностью и как будто бы случаются плохие дни случаются хорошие дни но самое главное это то что у нас есть эта жизнь и я безумно благодарен за нее я хотел бы чтобы то вы тоже каждый раз когда вы проживали вы чувствуете что вы живете вы живете полной жизнью нас по настоящей жизни хотел бы искренне пожелать вам больше жизни вашей жизни как бы глупо это не звучало хочу чтобы каждый ваш час был насыщен что вы были осознанными чтобы у вас все получалось в вашем деле чтобы вы занимались тем делом в который вы любите много любви счастья и точного времени на ваших часах с новым годом друзья будьте счастливы с вами был дмитрий ким это канал watch us и до следующего года всем мира